12 июня в четырех парках Хасавюрта состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню России. Руководство городом, ветераны войны и труда, педагоги, студенческая молодежь, учащиеся школы, множество горожан приняли активное участие во всех мероприятиях, которые проводились в этот знаменательный день для нас. Праздничные мероприятия на всех площадках посетили глава исполнительной власти городского муниципалитета Арсан Арсанов и глава города Сагитпаша Умаханов. Наши Хасавюртусы могли свободно отдохнуть. Сейчас каникулы, дети дома, большинство. Родители отдыхают в праздничный день, в День России. Они должны чувствовать, что это праздник, знать, что это праздник, это наша страна, Россия. Мы все гордимся, что живем в России. И одновременно должны радоваться, что мы живем в этой стране. В городских парках мастера искусств города и детские коллективы дали концерты для горожан. Все праздничные действия начались с исполнения гимна России. Основной тематикой концертных номеров была любовь к родине, патриотизм, дружба и братство народов. Самое активное участие в концертах приняли коллективы Дворца культуры «Спартак», Центра культуры, Досугого центра, Хореографических ансамблей, Молодость Дагестана и Хагор, Хасавюр. Практически все детские творческие коллективы. Во-первых, всех с праздником. В парке, который недавно открылся, парк имени Ялова, так как у нас побратимые города между городом Ялова, Турцией и городом Хасавюртом. И мы сегодня работаем концерт для жителей города Хасавюрта. Сегодня праздник. Настроение праздничное. Я смотрю, народ собирается. В общем, всех с праздником. Программа где-то у нас рассчитана на два с половиной часа. Песни, танцы народов Дагестана и не только Дагестана, народов России. Русские народные песни. В общем, гуляй, гуляй, народ. В Центральном парке культуры и отдыха перед собравшимися выступил управляющий делами администрации Гаджиев Магомедов. Он поздравил горожан с государственным праздником, рассказал об истории возникновения Дня независимости России. В парке Ялова от имени руководства города перед Хасавюртовцами выступил советник главы администрации города Зара Алимханова. Она поздравила горожан с Днем России и рассказала о той огромной работе, которую проводит руководство Хасавюрта для укрепления дружбы народов России, а также с народами других стран. День России. Это праздник нашей великой страны, могучей державы. Хасавюрте старт мероприятий был дан в парке Ялова, который побратим в турецким городом. Ялово, город который расположен Турцией, в близких братских отношениях с Дагестаном и в частности с Хасавюртом. Пойдем в небольшую историю и вспомним, как в течение нескольких дней в нашем городе пребывала турецкая делегация из города Ялова. Центральным моментом пребывания делегации стало подписание меморандума между городами Хасавюрт и Ялова, в честь которого в Хасавюрте был открыт парк, в котором сегодня отмечают День России. Уважаемые хасавюрцы, от имени главы муниципального образования Умаканова Саидпаши Дарбышевича разрешите вас поздравить с этим великим праздником. Примите самые искренние пожелания, счастья, крепкого здоровья, благополучия. Концерт в парке «Фэмили» превратился в большой детский праздник, где действующими лицами были сами дети и целые семьи. С поздравлением перед горожанами выступил заместитель главы администрации Хайбулла Умара. У каждого из нас есть своя малая родина, свой кусочек России, который мы любим, который дорожим и гордимся. Но очень важно осознавать, что именно из любви своему краю, городу и поселку складывается та большая любовь, имя которой – любовь к России. Номер 5 в спортивном парке, куда в основном пришли ветераны спорта. Дети из разных спортивных школ. Тематикой разговора также было развитие спорта в городе и создание лучших условий для этого. Уступивший здесь начальник управления муниципальной собственности, президент федерации дюдо города Исмейл Дадаев призвал горожан быть в авангарде тех, кто живет и работает ради процветания нашего государства. Такие мероприятия всегда нужны для горожан, для патриотического воспитания. Дети посещают такие мероприятия, чтобы они любили свою страну. Мне сегодня все очень нравится, я сегодня, я сам тоже хочу поздравить от всего ученического сообщества, школ, города, всех граждан с Днем России. Желаем мира, благополучия. Россия всегда была, есть и будет великой державой. А мы будем делать все возможное, что от нас зависит. Выступившие на мероприятиях ответственные работники администрации зачитали приветственный адрес с хасортовцем от главы Республики Дагестан Рамазана Агаджимурадовича Абдулатипова и главы муниципалитета Сагитпаши Дарбышевича Умаханова. Также говорили о социально-экономических достижениях города, о получении благосостояния населения Хасавюрта, о том, что реализация городских программ направлена на улучшение социальной инфраструктуры города, усиление социальной защищенности в малообеспеченной категории граждан, строительство и капитальный ремонт школ, больниц, модернизация отрастей социальной сферы. Дорогие россияне, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Пусть над нашей Россией не сгущаются вот эти тучи с темными красками. Пусть у нас будет все прекрасно, пусть никогда не будет войны, пусть наши дети будут здоровы. И самого прекрасного настроения у нас каждый день, как и сегодня. Праздникам! Днем России! Следует добавить, что насыщенными были эти дни в Хасавюрте и спортивно-массовыми мероприятиями. На стадионе имени Арсена Муртазалиева проведены отборочные соревнования на первенство Дагестана, Кавказских игр и на первенство города по национальным видам спорта. Наши дети выступают на чемпионатах мира, Европы, выступают на различного рода конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. И везде они приносят только прославление своему городу. Еще раз я хочу сегодня поздравить от лица руководства города наших детей с этим великолепным праздником. Также хочется отметить последние успехи футбольного клуба Хасавюрт на чемпионате России в рамках третьего дивизиона зоны Северо-Кавказского федерального округа, который накануне выиграли команду Академия Анжилин со счетом 1-0 и в рамках Кубка Дагестана одолели команду Буйнахска со счетом 2-1. В залах главной спортивной арены города, Дворца спорта имени Гамида Гамидова, Катню России проведены первенства Дагестана по вольной борьбе среди юношей памяти Руслана Ашуралиева, первенства города по акробатике и гимнастике, по юношам, открытые первенства спортивных школ по тэквондо, вольной борьбе, боксу, карате. На открытых площадках состоялись республиканские соревнования по пляжному волейболу с участием команд 12 районов и городов. Город спортивный. И это не завершение результативных достижений наших чемпионов. Не так давно косортовские бойцы клуба «Файтинг Игл» успешно выступили на турнире «М1 Челлендж 58», который проходил в Инвушетии. Это Курбанали Абдусаламов из боевого «Орлам» выиграл бой у непобежденного бойца из Франции. И Мурат Абдулаев выиграл бой чемпионского вакантного пояса за титул чемпиона мира по версии «М1 Глобал». Чемпион мира по фри-файту спортсмен представляет клуб «Файтинг Игл» – Касавюрд, Дагестан, Россия! Курбанали Абдусаламов в ходе боя показал полное доминирование над соперником на протяжении трех раундов. Технический нокаут от спортсмена, который представлял клуб «Файтинг Игл». Совместно с Межрайонным комитетом по охране природы администрации города проведен общегородской экологический субботник, посвященный Дню эколога и Дню России. В библиотеке города и учреждениях дополнительного образования проведены выставки книг, картин, работ учащихся школ на тему «Россия могучая, наша держава». Дагестанская региональная и хасортовская городская организация «Молодая гвардия» провели совместную акцию по благоустройству дворов и придомовых территорий. Таким вот способом мы прививаем к молодежи чувство чистоты, чувство культуры. И я думаю, что гражданин, проживающий в том или ином городе, он должен гордиться своим городом. А так я думаю, что сегодня молодежи мы собрали такую активную, вот дети работают, вы видите, молодцы ребята, даже у родителей пошли, поднялись, у родителей веники попросили, я даже не ожидал. Во время празднования Дня России провели волонтерскую акцию по раздаче флажков и другой атрибутики российского государства «Мы любим свою Россию». Праздничный колорит городу придавали разноцветные государственные флаги Российской Федерации и Республики Дагестан, которые висели на зданиях учреждений, организаций и в местах проведения массовых культурных и спортивных мероприятий. Через средства массовой информации и интернет-ресурсы глава городского округа город Касаверца Гитпашаумаханов поздравил горожан с Днем России. Этот праздник кассортовцы встречают единством и целей, и устремлений, готовностью крепить и развивать межнациональное и межконфессиональное согласие с уверенностью в лучшее будущее. Сердечно поздравляю горожан с праздником, желаю всем мира, благополучия и процветания. Говорится в поздравлении. Я за Родину мою, за Россию молюсь, я своей великой страной удержусь, потому что мы здесь рождены и живем. Это наша земля, это наш чей дом, не сгибалась ты Русь, поднималась опять, несмотря ни на что продолжаешь стоять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова